МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СОРСКЕЙ, ШИРИНСКОМ, УСТЯБАКАНСКОМ районах. Такая ситуация может негативно сказаться зимой. Ведь до начала нового отопительного сезона времени осталось немного. Но подготовиться к нему без электричества невозможно. Поэтому руководство Хакасэнергосбыта обратилось в прокуратуру с просьбой проверить предприятие-должники и в кратчайшие сроки выявить факты уклонения от оплаты. Прокуратура, возможно, поможет избежать применения энергетиками крайних мер, ограничить подачу электроэнергии до полного погашения задолженности. В социальной аптеке Абакана не хватает бесплатных лекарств. Причем только для региональных льготников, которых оказалось гораздо больше, чем было запланировано в бюджете. Елена Крылова выяснила, чем вызваны расхождения между бюджетными строками и реальной ситуацией. И когда появятся жизненно необходимые препараты. Лидия Васильевна при помощи двух очков и линзы время от времени изучает рецепт окулиста. Через два дня ровно месяц, как он у нее на руках. А пригодился пока только для чтения. Лекарств в аптеке нет. Мне нужно капать от давления, от глаукомы, это давление. И катаракту, витамины. Вот Квинокс мне выписывают. И в этом мне отказали. Это не только мне, это всем отказали. В новую социальную аптеку на Кирово льготники идут один за одним. А выходят в основном с пустыми руками. Это региональные. Для тех, кто признан федеральным, лекарства, по крайней мере, сейчас есть. Повезло. Это точно повезло. Потому что, ну как, за лекарствами полгода ходил. То нет, то льгота не та, то это. Рецепт эти вы переписываешь, пишешь. Короче, такая. В Минздраве объяснили, в Хакасии произошел дисбаланс. Федеральные льготники перешли в разряд региональных. А дело в том, что по закону от федеральных лекарств можно отказаться и получать льготы деньгами – 700 рублей в месяц. А если понадобится в будущем стать региональным льготником и в аптеку ходить за счет бюджета Хакасии. Таких больных с каждым днем все больше, а деньги закладываются только в начале года. На данный момент ситуация дошла до критической. Министерство здравоохранения совместно с Минфином провели специальное совещание в правительстве республики. Чиновники решали, где взять денег, чтобы сейчас купить лекарства льготникам. Решили, что придется перераспределить бюджет самого Минздрава. В результате в больницах Хакасии пройдет не такой основательный ремонт, как хотелось бы, а для нескольких медучреждений обновление автопарка останется только в планах. Принято решение сделать перераспределение в размере 7 миллионов рублей, чтобы закупить срочно вот эти препараты и погасить вот этот отсроченный спрос. Лекарства появятся в аптеке в течение месяца, но это лишь разовое решение проблемы. К слову, в соседнем Красноярском крае вопрос практически закрыли. Из регионального перечня убрали лекарства, которые есть в федеральном. И желание разбрасываться льготами у инвалидов отпало само собой. Елена Крылова, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. Сводный отряд полицейских Хакасии вернулся сегодня утром из северо-кавказской командировки. Прибывший поезд с защитниками правопорядка сегодня утром по традиции встречали не только родные и близкие, но и руководство МВД республики. 30 полицейских без потерь прибыли из полугодовой командировки в Грозном. Торжественное построение на родной земле провел министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский. Он поздравил полицейских с возвращением и отметил хорошую службу бойцов, которые полностью выполнили поставленные командованием задачи. Полицейским вручили благодарственные письма от главы республики Виктора Зимина. В Чечне Хакасии полицейские несли службу на КПП, занимались пропуском служебного транспорта в зону расположения штаба силовиков. Половина сотрудников ехали в командировку не впервые, многие второй, третий раз. В данный момент в Чеченской республике стабильная обстановка, то есть каких-то боестолкновений с личным составом происшествий не случилось. То есть все мы вернулись живыми, здоровыми, радостными. Три человека пострадали в утренней аварии в Абакане. Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован с серьезными травмами. По словам очевидцев, мужчина на отечественной шестерке влетел под грузовую «Газель», даже не пытаясь затормозить. С места происшествия Константин Кравцов. Главный вопрос, который сейчас волнует инспекторов и пострадавших, причины аварии трех автомобилей, очевидцы говорят, буквально на ровном месте синяя шестерка влетела под «Газель». Тут же ее догоняет ехавшая следом «Серая Лада». Водитель грузовика в негодовании. Вдали своего сигнала сетафора. Мы стояли. Удар. Выходим из машины. Ну вот, вы сами видите, что получилось. Значит, парень самостоятельно вышел из машины, помогли ему дверь открыть. Он вышел самостоятельно. В шоком состоянии. В негодовании и водитель «Серой Лады» говорит, перед столкновением «Жигули» обогнали его на большой скорости, явно выше допустимой. Однако причин, которые заставили рулевого синей легковушки пойти на таран грузовика, Вадим Клестов не понимает. Просто прямо ехал. Когда он в «Газель» врезался, он даже не тормозил ничего вообще. Он просто как ехал в нее целенаправленно и все. Я удивился, я даже не мог подумать, что такое вообще может быть. Из-за аварии было частично перекрыто одно из направлений по улице Мира. Движение автомобилей было практически парализовано. В результате ДТП на больничной койке три человека. Ушибы получили два пассажира – «Газели» и «Жигулей». Серьезные травмы головы у предполагаемого виновника, водителя «шестерки». Мужчине около 30 лет. По предварительной версии он был трезв. Известно также, разбитый и уже не подлежащий восстановлению автомобиль он взял у своего знакомого по доверенности. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. В республике продолжается заготовка кормов на зиму. Траву необходимо убрать с более 72 тысяч гектаров. Лидерами по темпам работ по-прежнему остаются Алтайский, Багратский, Устебаканский районы. Погода позволяет идти с небольшим опережением по сравнению с прошлым годом. Но ударно вести работы крестьянам помогает не только погода, но и обновленный с помощью господдержки технопарк. К примеру, новые сенокосилки уже вышли на поляши Римского района. В этом году кормов планируется заготовить на треть больше, чем в прошлом. Вопросы устройства детей в приемные семьи стали главной темой республиканского семинара-практикума для специалистов опеки. Опытом делились муниципалитеты, где детские дома практически пустуют. Полностью решить проблему без отцовщины удалось Ширинскому району. Какие меры предусмотрены здесь для того, чтобы ребенок не остался один на один с трудной ситуацией, рассказывает Юлия Константинова. Мама, посмотри, как я лыряю! Все дети Натальи Копчегашевой зовут ее мамой. И свои четверо уже взрослых, и десять приемных. Точнее, нет для этой женщины чужих детей. Каждый из тех, кого она привела в свою семью, становится родным. У меня нет разницы, да, свой, да, чужой. Я их не различаю. Как своих ругаю, так этих могу ругать. И так же ласкаю их всех одинаково. И они видят, что я вот так. А все ко всем одинаково. У нас вот так как-то проблем нет. Таких беспроблемных семей в Ширинском районе больше полусотни. Возможно, потому, что круглосуточно работает в отделе опеки и попечительства телефон доверия. Проводятся встречи с жителями фестиваля благотворительной акции. Результат – за пять последних лет ни один ребенок, сирота или оставшийся без попечения родителей, не был определен в детский дом или интернат. Им удалось найти механизм взаимодействия органов опеки и попечительства, служб сопровождения с учреждениями социальной поддержки населения. Вот в этом, мне кажется, и уникален этот опыт. В отличие, например, от других территорий. Со следующего года в Ширинском планируют усилить еще и профилактическую работу с семьями кровными. Разработка программы, где предусмотрена финансовая поддержка, уже идет. Главная же, основная причина неблагополучия – это же алкоголизм родителей. Я думаю, что если у нас будет эта программа, то мы сможем пролечивать родителей. Не то что кодирование, а непосредственно наркологическом диспансере, чтобы они проходили полный курс лечения. Это будет серьезный прорыв в решении проблемы сиротства социального. Одного из главных, согласно шкале болевых точек республики, который, надо отметить, в этом направлении неплохо выглядит на фоне других российских субъектов. За прошлый год у нас выявлено более 400 детей, что соответствует наполнению практически шести детских домов. И большая часть из них, порядка 90%, устроена в замещающие семьи. О количестве интернатов детских домов за последние несколько лет в Хакасии снизилось с 10 до 3. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Твести Хакасия». На этом у меня все. Сразу после «Вестей» смотрите наше ежедневное интервью. А я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на телеканале «Россия-24». 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 «Россия-25». «Россия-24». «Россия-24».